Обязательно в шляпе с бородой и трубкой. Вот так, по мнению многих россиян, в том числе и представителей нашей редакции, выглядит типичный писатель. Сейчас у нас в студии молодые люди без шляп, без трубки, ну разве что с бородой. И они самые настоящие писатели. Правда, себя скорее называют литераторами. Никита Митрохин и Александр Гриценко в составе делегации приехали в Чубашу из Москвы. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что все-таки привело вас в нашу республику? Прежде всего, обмен культурой. Вообще, интернациональный союз писателя, который я представляю, он занимается интеграцией русской, российской культуры в страны Западной Европы. Но в том числе мы уже последние два года работаем на российской земле. Такая поездка не первая. Собственно говоря, последние три года мы, конечно, все больше по Франциям, Италиям и Англиям. Но здесь инициатором проекта был Никита Митрохин. Этот фестиваль, его авторский проект. И он о нем лучше даже расскажет. Я только скажу в целом, что когда он мне предложил поучаствовать в этом, произвести какой-то творческий отбор делегатов, в дальнейшем, значит, может быть, включить какой-то административный ресурс, потому что мы ждем ваших писателей и у нас. И если это все состоится, то мы примем, организуем площадки, Центральный дом литераторов, Библиоглобус, какие-то всевозможные библиотеки, ну и так далее. Когда он мне это предложил, я, собственно говоря, с большим вдушевлением его поддержал. Никита, можешь рассказать подробнее про это? Да, мне хочется, во-первых, пояснить, что действительно чаще писатели ездят по Италиям и Франциям, потому что там легче договориться с какими-то организаторами и так далее. А что касается России, то вот мне повезло, будучи сам журналистом, я имею ряд связей с административными ресурсами и удалось как-то договориться в свое время, чтобы вообще литераторы выезжали в разные города, страны, области, именно вот России и страны СНГ. Собственно говоря, идея родилась очень просто, то, что необходимо доносить творчество друг друга до читателя, потому что тот, кто живет в Москве, он не знает писателей из Чувашии, может быть. Тот, кто живет в Чувашии, он не знает всех писателей из Москвы. А это проблема, так как, вспомните, Советский Союз, раньше были миллионные тиражи, все друг друга знали, и это давало простор для творчества, простор для работы, чего сейчас писатели не имеют. Ну, я правильно понимаю это расширение горизонтов, какие-то культурные и профессиональные связи, наверное. И тогда задам вопрос, который, наверное, задают все региональные журналисты. Вы уже некоторое время находитесь в Чувашии, в Чебоксарах. Первое впечатление все-таки о республике? У вас очень добрые люди и очень чистые улицы, по крайней мере, по которым мы ходили. И если говорить о настоящем, над какими проектами сейчас вы работаете? Ну, если говорить в рамках встреч, то мы, естественно, хотим продолжать поездки, и в том числе мы хотим регулярно ездить в Чувашскую республику, дабы продвигать свою литературу и знакомиться с вашей. Это первое. А второе, проектов вообще много. То есть мы готовы, в первую очередь, кого-то издавать. Находить под это гранты, спонсоров и так далее. Кого-то, вот я, например, уже пригласил нескольких ваших авторов поучаствовать в своем радиоальмонахе. То есть проекты все те же вокруг литературы. Ну что ж, спасибо большое. У вас могут быть... Нет, собственно говоря, уже одного из ваших писателей мы пригласили в наши международные проекты, потому что наши сборники выходят... Вот сейчас у меня Италия, Англия на подходе, Польша, Болгария и Япония, кстати. Ну вот в итальянский сборник мы одного вашего автора пригласили, и еще ищем, и может быть еще нескольких найдем. То есть у него есть русскоязычные тексты, потому что если найдется достойный автор, который пишет на Чувашском, у него будут переводы, мы также его, в общем-то, и в нашем международном проекте. Да, в первую очередь хочется заметить, что мы готовы работать с вашими литераторами. И я надеюсь, что после нашей поездки появится много писем от людей, которые пишут и пишут на русском, но живут в Чувашии. Потому что наши адреса в интернете, их можно найти, это вот интернациональный союз писателей, союз независимых авторов. То есть мы готовы работать, главное проявитесь. Вот тогда я уточню, вы говорите про наших авторов, что кого-то уже пригласили и так далее. С их, получается, произведениями вы как-то знакомили заранее, или это вот сейчас, в ходе этой поездки? Или вы раньше общались? Ну, что касается меня, то моя деятельность, вот как литературного критика, она в принципе мне присылает письма. И когда я готовился к поездке в Чувашию, я посмотрел, а кто у меня там есть. Я увидел эти тексты, прочел, которые я еще тогда отложил, там, может, год, может, два назад. Связался с автором и сказал, что вот, я скоро приезжаю, хотите ли вы встретиться? Человек сказал, хочу. Мы обсудили некоторые моменты, я ознакомился с современным творчеством, и сейчас все идет на стадии подписания бумаг. Что касается всего остального, у нас на сайте огромное количество конкурсов, люди могут писать письма, могут писать лично письма мне, визитки я оставил здесь. Единственное, хочется заметить то, что многих литераторов отталкивают, когда они сталкиваются с коммерческой частью литературы, что часто некоторые проекты, там, где-то автору нужно подучиться. И мы, честно говоря, то, что идите на курсы, там, идите на курсы русского языка, там, идите на курсы, почитайте что-нибудь. Есть проекты, где авторы в, там, какую-то платную часть, то есть вообще международные. Люди часто отодвигают эти проекты. Но если быть объективным, то, что касается премий, дипломов и публикаций в серьезных изданиях, то, возможно, где-то стоит внести какой-то оргвзнос, где-то стоит, наоборот, даже приехать, купить билет, потратить на это деньги. Не стоит никого упускать возможность, потому что именно из этих возможностей в результате рождаются эти встречи. Ну, и теперь немножко вопросов, наверное, больше личного характера. Писатель, литератор – это ваша профессия, я думаю. Да, все-таки о хобби. Ну, хобби… Дело в том, что литератор и, в принципе, писатель – это образ жизни. А образ жизни подразумевает хобби. Например, я могу в обычной жизни записывать радиопрограмму, что я и делаю, и руководить рядом издательских проектов. Ну, а мое хобби – это записывать стишки, может быть, даже для чтения в каких-то таких компаниях. У меня совершенно нет времени на хобби, потому что я занимаюсь и продвижением авторов, и что-то мне нужно писать. И вот даже сейчас, допустим, у меня конкретный договор с Эксмо. Ну, мы с авторами пишем книгу за деньги. То есть это вот действительно… У меня нет времени. А приступить к работе просто. Поэтому на хобби, увы, пока времени нет. Но я тоже считаю, что литература для многих – это хобби. Для нас это стала профессией, и мы счастливые люди, потому что наше хобби стало профессией. Ну, как вы правильно сказали, это, видимо, целая жизнь, да? Тогда вот не знаю, есть ли смысл задавать следующий вопрос, но все-таки. Если бы вы не работали в области литературы, тогда в какой области вы бы работали? Вот раньше я думал, я отвечал, что, в общем-то, нет, ни в какой, ни в какой. А тут я подумал так и понял, что, наверное, если бы так судьба сложилась, то, может быть, я бы стал каким-нибудь физиком или математиком. У меня хорошие были способности. А несколько лет назад, познакомившись более подробно с высказываниями Ландауа, с его жизнью, я проникся просто. У меня кумиров нет. Но вот один из каких-то таких лидеров, мой духовный лидер – это вот как раз Ландау. Я задумываюсь о том, что вот если бы я не был писателем, и, может быть, я бы был даже лучше, а может быть, физиком, да. А вы тогда как? Ну, что, кстати, меня, то просто давайте посмотрим на историю. Большинство людей, для которых литература была все-таки хобби и потом стала профессией, они были врачами, они были графьями, они были бандитами. Так что выбор довольно-таки большой, и чем-нибудь занялся бы. Спасибо большое. Еще один вопрос. Сюжет, когда у вас рождается, это все-таки что-то основанное на личном жизненном опыте, или это нечто совершенно такое, то есть исключительно вымышленное? Ну, это химера. То есть меня может что-то впечатлить, и потом я уже пишу. Это может быть какой-то накопившийся опыт, который переходит в образ. Как-то так. Порой, то есть когда стоит задача написать какой-то коммерческий текст, порой такое тоже возникает, да, то, естественно, я просто беру и пишу. Такое тоже нужно. Но смешивать, что только из жизни или только фантазии, никак нельзя. Ну, по большому счету, у меня так. Какие-то маленькие мелкие детали, они, ну, я человек наблюдательный, писатель вообще должен быть наблюдательный, они накапливаются. Возможно, что-то, какая-то крупная деталь вызывает вдохновение, да. Потом через призму какого-то своего сознания это все там внутри переплавляется и получается какое-то произведение. Тут просто нельзя путать. Есть такая аксиома «правда жизни» и «правда искусства». Это две вещи совершенно разные. Некоторые путают. Мы пишем не конспекты, да. Поэтому иногда просто вот на творческом вечере я прочитал рассказ о том, как в подземелье ходят дети в метро, и, значит, поезд останавливается, потому что он пропускает детей. И журналистка, по-моему, ну, с какого-то радио, она подошла и спросила, вы написали так реалистично, это на самом деле? Я говорю, ну, вот вы подумайте, это возможно? Вот, это невозможно. То есть это, я говорю, просто в том-то и художник, чтобы взять какие-то реалистические детали, окунуть это в свое сознание и создать образ, который максимально читатель, убедить читателя в виртуальной реальности, которую создал писатель. Но читателя надо именно убедить. А для того, чтобы быть убедителем, нужно подобрать именно те слова и те самые образы, которые нужны в этом тексте. Вот в этом и есть мастерство. Никита, вот если о новых технологиях говорить, да, писателя, это все равно рукописи от руки как-то, или все-таки вы на компьютере, на планшетах, вы на дороге работаете? Вы знаете, когда как. Например, я сейчас готовлю один сборник, его название – это блокнот журналиста. Именно вот мои встречи с разными интересными персонажами, как вот сотрудника районной газеты. Но что хочется сказать? То есть порой это блокнот, порой это планшет, порой это просто сотовый телефон с квартирой клавиатуры. И тут нет конкретных требований. Кому на чем удобно? Ну, в общем, все, что под рукой, да, некоторые, наверное, держатся еще и в уме. Да. Вы, Александр, как? Ну, я очень часто на смартфоне пишу, особенно заметки, потому что если что-то вот такое пришло, можно, это очень эфемерно, если тут же не зафиксировать, это уйдет. Поэтому вот заметки я все пишу на смартфоне, а конкретную уже выправляю, и даже черновики я могу писать на смартфоне, а уже редактирую только исключительно на компьютерном, ну, на макбоке, на каком-то, то есть я сижу, мне нужно уже что-то большое, я не смогу на смартфоне. Хотя нужно заметить, что вот Янфлер первое свое произведение в шесть лет написал именно на печатной машинке отца, так что, видимо, рукописи вот от руки, это не совсем мое. Это какая-то особая, видимо, да, действительно, романтика тоже, наверное. Ну, в этом это романтика, и очень многие вообще считают, что другая энергетика и так далее, но мне кажется, что это большое заблуждение. Наоборот, удобно, что есть вот эти гаджеты под рукой, так бы, где бы я, ну, там где-то блокнот, что бы это было. А так это вот раз-раз набрал, и все, это зафиксировалось, и даже если я это не использовал через пять минут, это может через год выплыть, если правильно все зафиксировать, опять те же ощущения возникнут, и можно продолжать текст, сочинять. Спасибо большое. Я напоминаю, мы беседовали с московскими литераторами Никитой Митрохиным и Александром Гриценко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова